Не идеальный, но лучший из всего возможного. Ивановская областная дума приняла законопроект бюджета на 2015 год. Он сформирован на основе 19 программ. Большая часть средств пойдет на социальную сферу. Все пособия сохранены, а ряд из них проиндексированы. Больше будут получать лица, пострадавшие от политических репрессий, подрастут ежемесячные пособия на ребенка и выплаты на содержание детей, переданных на патронат. Приостановлено действие только тех законов, которые касаются увеличения заработных плат государственных служащих. Там индексации не будет. То есть мы остановили именно индексацию этих моментов. Все социальные выплаты, возможно, индексации оставлены. Коммунисты голосовали против законопроекта. Они считают, что правительство игнорирует замечания депутатов. Не решены вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Не решены вопросы обеспечения лекарственными средствами. Людей с тяжелыми заболеваниями. Также не решены те вопросы, которые касаются импортозамещения и обеспечения продуктами сельскохозяйственного производства. Неучтенные не значит проигнорированные, отмечают единороссы. А коммунистам посоветовали лучше разбираться в бюджетных вопросах. Неучтенными остались два вопроса. Это высокотехнологичная помощь и изыскание средств на питание детей во втором полугодии. Точнее, в следующем учебном году. Я думаю, мы эти вопросы решим. Цифры внушительные. В отношении медицинской помощи совместно с Федерацией вопрос решается. Это в рамках области мы отдельно не сможем решить. Мы с правительством продолжим работу во взаимодействии с правительством. Естественно, это можно только сделать с тем, чтобы и те государственные программы, для которых мы пока не определили источники финансирования на 2016 и на 2017 годы, чтобы эти источники были найдены в течение 2015 года. Приняли бюджет в этом году довольно быстро. Председатель областной думы объяснил это предварительно скрупулезной работой. и подчеркнул, что все расходные обязательства, взятые Ивановской областью, будут профинансированы в полном объеме.